Как такое вообще могло произойти? Сейчас будет смертельный номер. Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео вы узнаете, что можно найти для кукол в магазине FixPrice. Магазины FixPrice есть по всей России, очень часто блогеры снимают про FixPrice, и вы, мои подписчики, частенько в комментариях просили меня проверить кукольные товары, которые там продаются. Я подумала, почему бы и нет, к тому же мне самой стало интересно. И вы не поверите, я впервые побывала в FixPrice, и я посетила сразу три московских магазина. Ассортимент немножко отличался, и я набрала товаров для кукол, причем не только из раздела с игрушками, но и из других разделов, товары, которые, я считаю, на мой взгляд, можно приспособить для кукол. Так что давайте посмотрим, годные они или стрёмные. По идее, из названия магазина следует, что цена на товары фиксирована, сейчас это 50 рублей. Но на самом деле это не так, и некоторые товары дороже, и если это так, то обычно это указывается прямо на самой коробке. И первый товар, это набор керамической посуды для кукол, цена 99 рублей. Сразу хочу обратить ваше внимание на название так называемого бренда. Play the Game. Шрифт и стилизация этой надписи, как мне кажется, это отсылка к истории игрушек. Специально сделали в таком стиле, чтобы это на подсознании вызывало у вас доверие к этому бренду, и захотелось его купить. Коробочка розовая, со всяческими вкусняшками, и с задней стороны написано, что сделано в Китае, ну, конечно же, где же еще? Узор на посуде это клубнички, но это не единственный возможный вариант, там также в ассортименте есть пирожные, повар с тортиком, цветы. Но мне больше всего понравились именно клубнички, потому что они самые яркие и ассоциируются у меня с чем-то таким теплым, домашним, уютным. В комплекте две чашки, две тарелки, хотя, скорее всего, это блюдце, что-то вроде молочника, емкость, возможно, для сахара, ну и, собственно, чайник. Посуда керамическая, как и заявлено на упаковке, выглядит реалистично, плотная, мне кажется, чтобы ее разбить, нужно еще постараться. Рисунки везде ровные, кстати, это не наклейки. Вообще, у этого наборчика я вижу только один минус, то, что он достаточно большой для кукол Барби, к примеру. То есть, это прямо-таки такая гигантская чашка чая, но, с другой стороны, блюдца сойдут вполне за тарелки для куклы Барби. То есть, я считаю, что этот набор посуды очень годный, и его можно покупать и для детской игры, и для кукольных фотографий. Это заколки для волос, заколки-крабики, они маленькие, поэтому я считаю, что они подойдут для кукол. Цвет заколок не просто белый, а скорее жемчужный, он очень красиво переливается. Механизм достаточно плотный, хорошо работает. Сам крабик окрашен золотой цвет и окрашен аккуратно. И, несмотря на то, что они маленькие, они подходят, конечно же, только куклам с большой головой. Они красиво смотрятся на куклах Блайз, Пулип. Кстати, для кукол Блайз ко мне еще пришли вот такие очки. Я очень хотела такие очки, именно не солнцезащитные, а как будто от зрения. Боже мой, она такая милая в очках, вы только посмотрите! И заказала я эти очки в приложении Пандао за 125 рублей. Это новое приложение, где в большом ассортименте продаются дешевые товары из Китая. И в том числе там есть товары для кукол, различные аксессуары, одежда, товары для кукольного домика и многое другое. Сейчас за установку этого приложения дарят 200 баллов. За ввод моего промокода U-BERS еще 300 баллов. Итого вы получаете целых 500 баллов, которые можете потратить на товары из раздела товары за баллы. То есть что-то вы сможете купить с большой скидкой или вовсе получить бесплатно. Так что это специальный подарок от Пандао для вас, для моих подписчиков. Ссылку на приложение я оставляю в описании, ну и желаю вам удачного шопинга. Ну а мы возвращаемся к обзору очков. Они выполнены из плотной проволоки, окрашенной в черный цвет. Линз нет, но несмотря на это все равно очки смотрятся реалистично. То есть они максимально простые, но все равно прям милые и мне очень нравятся. Следующий товар не только для кукол, он подходит и для людей. Это мелок для временного окрашивания волос. На упаковке написано, что он смывается водой. Я хочу в это верить, потому что хочу его протестировать на своей кукле. Кстати, именно такими мелками я окрашивала волосы куклы в передаче «Доброе утро, малыши». Так что я уже знаю, что они достаточно годные. Мне понравилось, как они окрашивают и то, что они в форме зажима. По цвету с внешней стороны уже понятно, какой цвет внутри. Открываем. Вверху что-то вроде спонжа, а внизу, собственно, сам мелок, краситель и даже больше похожий на тени или румяна. И сейчас будет смертельный номер. Захватила верхнюю прядку и начинаю тянуть вниз. Окрасилось все не очень равномерно, но достаточно ярко. Пожалуй, проделаю эту процедуру несколько раз для того, чтобы окрасить всю прядку. И немножко расчешу, чтобы распределить цвет. Немножко не прокрасилось у корней, потому что с помощью этого прибора к ним сложно подобраться. Но в целом мне очень нравится результат. Цвет достаточно насыщенный, при этом не слишком яркий. Кукле очень идет. Мелки вообще есть разных цветов, поэтому можно придумать вообще какие-то необычные прически, разноцветные косы. И самое главное, что это потом можно все смыть, исправить. Так что я считаю, что эти мелки годные. Солонку и перечницу я купила две штуки за 50 рублей, то есть каждую по 25 рублей. Зачем мне солонка и перечница для кукол? Ну, по-моему, тут уже все очевидно, потому что внутри них елочка и кактус. Во-первых, уже в этом состоянии эти аксессуары можно поставить на полочку, как сувенир. То есть, как будто это декоративная елка под стеклянной колбой. В общем, можно вытащить елку и, например, сюда поставить какую-нибудь маленькую куколку. И это будет коллекционная кукла для вашей куклы Барби, допустим. У моей подруги куклы коллекционные как раз-таки стоят вот в таких стеклянных колбах. Они называются Клош. Ну и последнее, в принципе, то, что мне первое пришло на ум, это как раз-таки разместить на полочке просто вот эту маленькую елку. Или этот кактус. Кактус также можно определить в маленький горшочек. То есть, сделать имитацию, как будто это домашнее растение. Вообще, прикольно приспосабливать товары не для кукол, для кукол. И это, мне кажется, довольно годно. Вот это вообще смешная штуковина. Честно, если бы не кукла и не это видео, я бы точно не купила такое, тем более за 50 рублей. Потому что я не особо во все это верю. Я думаю, нужно верить в себя, а не в каких-то маленьких обезьянок, которых нужно положить в кошелек, да? Кошельковый оберег, чтобы было много денег. Выполнен талисманчик из металла, окрашен в золотой цвет. Частично краска осталась на подложке, но это внизу, поэтому незаметно. Это подойдет, в принципе, любой кукле, потому что настолько маленькая эта обезьянка, что как раз уместится на ее ладошке и будет смотреться, как будто это фигурка для куклы. Наборчик с аутфитом, немножечко фэшена в наше видео. С задней стороны на коробочке обнимающиеся персонажи. Ну, что-то вроде Барби в центре и ее подружки. Коробка легко открывается, подложка вытаскивается. Оно бумажное, что ли? Вот такой ткани я еще никогда не щупала. Рядышком прикреплены туфли. Это такие же туфли, как у беременной куклы из одного из моих прошлых видео. Ободок с бантиком, пожалуй, самый адекватный во всем этом. Вообще, материал указан как тирилен. Это дешевая атласная синтетическая ткань. Но, собственно, эта ткань, она вверху, а внизу это реально что-то вроде бумаги. И с передней стороны вверху сетка с золотыми узорами. Вот такая принцесска у нас получилась. Ободок кукли подошел не идеально, потому что он очень узкий и немножко приподнимается. Платье по размеру подходит, только с задней стороны на шее нет липучки, поэтому пришлось продевать через голову, это не очень удобно. Юбка шуршит и, знаете, все-таки это не совсем бумага. То есть, я проверила, рвется она или нет. То есть, она не рвется, это все-таки какая-то ткань, но она мнется и шуршит, как бумага. Если знаете, что это, то напишите в комментариях. Ну и ясное дело, что для кукольной фотографии и для всего прочего этот комплект стрёмный. Камни-кристаллы по стандартной цене 50 рублей. Там очень большой выбор таких камней. Я выбрала самые красивые, на мой взгляд. Они неправильной формы, такие кривенькие, но при этом цвета просто обалденные. Я в них влюбилась. Во-первых, они могут стать частью кукольной фотографии, просто выступать как фон. Или как оформление. Во-вторых, они красиво смотрятся в руках куклы. И есть даже люди, например, кстати, Катя Клэп, коллекционирует всякие кристаллы, минералы. И это, в принципе, можно воспринимать как кристалл или минерал для кукол в ее кукольную коллекцию. Там есть и кристаллы других цветов, и круглые, и в форме сердечек, и розочек. Так что, я думаю, что стоит присмотреться, если вы занимаетесь кукольной фотографией. Это очень-очень красиво. Вот это я думала, брать, не брать, брать, не брать. Потому что уж настолько это все игровое. Но, с другой стороны, хотелось показать почти весь ассортимент для кукол. Поэтому взяла эту швейную машинку. Очень замызганный пакет, видавший виды. И выглядит, как будто это реально какая-то старая игрушка. На самом деле, она не такая уж и стрёмная, как могла бы быть. Больше меня пугала, наверное, упаковка. Можно ее вписать в кукольный интерьер, убрать эту наклейку. Она портит вид. И, кстати, здесь можно нажимать на вот эту кнопку и двигать вот этот рычаг. Так что, в качестве детской игрушки годно. Да и в кукольный интерьер можно ее при желании как-то вписать. Наклейки декоративные для украшения и творчества. То есть, изначально это для DIY, для украшения чехлов на телефон, обложки для паспорта и других предметов. Также ими можно украшать и платья кукольные, и какие-то аксессуары кукольные. То есть, все, что вы захотите в пределах вашей фантазии. Но я хочу это приспособить в качестве сережек для кукол. Знаете, у меня в детстве были сережки, когда еще ушки не были проколоты, просто наклейки. И вот мне кажется, что очень красиво смотрятся эти сережки на кукольных ушках. Кстати, в ассортименте есть не только эти нежненькие наклейки, но и других цветов. Так что можете подобрать под образ своей куклы. Так что я считаю, что это годно и можно обыграть это в кукольном мире. Это у нас декоративная лента на клейкой основе. Мне кажется, что она больше подойдет для тех ребят, которые увлекаются ОАКом или кастомизацией. Потому что можно этой лентой украсить, например, подол кукольного платья. Это такой, знаете, лайфхак для ленивых, чтобы не пришивать кружево, просто его приклеить. Алена, прости меня, если ты сейчас это смотришь или если ты считаешь это халтурой. В общем, я считаю, что помимо этого можно также украсить этой лентой какие-нибудь аксессуары кукольные, вазочку, коробку, да все что угодно. Ну и, конечно, это можно также использовать в рукоделии, просто не связанном с куклами. Я прямо одобряю, и выглядит оно очень мило, и мне понравился цвет, такой нежно-сиреневый. Светильник в форме звезды. На мой взгляд, он классно впишется в кукольную комнату, послужит классным фоном для кукольной фотографии. Очень мне понравилось то, что он именно в форме звездочки, и, кстати, здесь есть батарейки в комплекте. Материал звездочки такой необычный, как будто это склеенные между собой маленькие леденцы желтого цвета. На самом деле, это что-то вроде резины, но реально очень прикольно смотрится и необычно. И давайте его включим. А, он разными цветами светится. На самом деле, лучше было бы, если бы свет был одного цвета, например, желтый. Но в любом случае, мне понравилась эта звездочка, там также в наличии есть голубая и красное сердечко. Все эти игрушки по 55 рублей. Самая адекватная из них, и ту, которую я взяла изначально, остальные уже к ней хвостиком прицепились, это была вот эта коляска. Коляска достаточно годная. Это хорошая игрушка, то есть ее, во-первых, можно обыграть и на кукольной фотографии. Я видела подобные коляски, они клево смотрятся. Выполнены из пластика, колеса крутятся, опускаются, поднимается верхушка. И вот с этой коляской я взяла самую странную куколку, потому что посмотрите, какие у нее мультяшные глаза. Как она вообще попала в этот ассортимент, потому что она там была единственная. А еще у нее фиолетовые волосы, прямо-таки под цвет коляски. У куколки сто пудов там лысина под этим хвостиком. В общем, коляске я ставлю пятерочку. За 55 рублей можно даже куклу брать не в счет. За сам аксессуар это достаточно хорошая цена и может пригодиться для кукольной фотографии. Дальше уже по трешове. Это вот такие кукольные качели. И на самом деле я удивилась, что в фикс-прайсе есть качели вот для таких маленьких кукол. И большинство из них очень упоротые. Вот эти самые адекватные, на мой взгляд. Они просто миленькие, похожи на качели на какой-нибудь игровой площадке. Просто такие довольно оригинальные. Внизу бабочка, от нее идет какой-то стебель. И само сидение желтое, как будто стеганное. Куколка в этих качелях действительно может немножко качаться. Упсик все такой же, только уже с нормальными глазками привычными. Юбка у нее, кстати, какая-то необычная. Из приятного материала и здесь какие-то... Господи, это спанчбоб? Серьезно? А, еще у меня есть второй вариант этой куклы. Да, у нее нет глаз. Ей просто забыли напечатать глаза. Как такое вообще могло произойти? И, кстати, когда я шла к кассе с этой куклой, мимо меня проходила женщина. И она прям-таки бросила на нее взгляд. И я прям прочитала в ее глазах это недоумение. Типа, зачем мне кукла без глаз? А потом, мне кажется, она задумалась. А может быть, я, как покупатель, просто не заметила, что она без глаз? Но она в итоге мимо так и прошла и ничего не сказала. А так вообще куколка бедняжка, мне ее жалко. Надо ей глазки нарисовать и племяшки подарить, хотя, возможно, племяшка сама ей нарисует. Будет ее первый ОАК. Вот на такой кукле не жалко ей попрактиковаться. И машина мне это вообще не понравилось, честно говоря. Я ее взяла вот просто до кучи. Но она может быть, не знаю, в детской кукольной комнатке, где у маленькой куколки игрушки, в том числе вот такая машина. Просто она чисто визуально какая-то совсем упорутая. Мне не нравятся ее фары с передней стороны. Они немножко стертые, пиксельные. В некоторых местах есть избыток пластика. Колеса, кстати говоря, крутятся. Ну и, собственно, куколка почти такая же, как и предыдущая, с таким же личиком. Только юбочка у нее теперь без спанчбоба не такая стильная. Это были все товары на сегодня. На самом деле было интересно выпустить видео о чем-то новом. То есть для разнообразия, по-моему, неплохо снять видео, в том числе, о фикс-прайсе. Мы с вами узнали, что там есть в том числе достаточно годные товары для кукол. Так что берите на заметку. И также не забывайте про приложение Pandao. Ссылочка на него есть в описании. И там вам в подарок целых 500 баллов. Чаще улыбайтесь, ищите для кукол годные аксессуары везде, где только это можно. Приспосабливайте аксессуары не для кукол, для кукол. Это очень интересно. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok